МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лето и начало осени – особенное время для ученых Хакасии. Как правило, в этот сезон проводятся различные выездные конференции, полевые работы, экспедиции. Так, ученые из Хакнияли провели комплексную экспедицию по изучению качинского диалекта хакасского языка. Около 300 тысяч рублей на проект выделил Российский гуманитарный научный фонд. В полевую экспедицию выезжал весь коллектив сектора языка Хакнияли. За месяц они посетили два десятка отдаленных сел Устебаканского, Бейского, Багратского, Ширинского и Рженикидзевского районов, где живут носители качинского диалекта хакасского языка. Последний пункт маршрута – село Монастырево, крайняя северо-восточная точка Хакасии. Только в глубинке можно встретить людей, которые чисто говорят на качинском диалекте, в основном это старики. Большинство молодежи родным языком не владеет, поэтому хакасский язык находится под угрозой исчезновения. Папа с мамой знает хакасский, но не разговаривает на родном. Ну и вот мы, дети, тоже не разговариваем. А к бабушке приезжаем, бабушка разговаривает. Я как-то так немного понимаю. А говорить не могу, отвечать я не могу на хакасский. Ирина мечтает выучить родной язык, и бабушка ей готова в этом помочь. Она прекрасно говорит на качинском диалекте, поэтому к Марии Васильевне домой ученые пришли в первую очередь. Хотят, как говорят, качинский диалекте вот о чем спрашивают. Какое у нас отличие какое, вот и кзыльцы есть, и сагайцы, и качинцы есть, и шорцы есть. Вот теперь они хотят разницу сравнить, наверное, в нашей речи. Но я думаю, качинцы говорят как-то погрубее, сагайцы помягче у них речь, а у кзыльцев еще лучше, они еще мягче говорят, а шорцы они грубо говорят. Кроме особенностей произношения, у диалектов есть и другие более существенные отличия. Например, разные названия одних и тех же предметов на разных диалектах могут даже затруднить общение людей друг с другом. Пример привел ветеран Николай Захарович Конгаров. Он не сразу понял, о чем ведет речь его приятель, разговаривающий на сагайском диалекте. Сядем, ищем, ищем, пол, халас, а мы говорим о пяк, понимаете? Одно и то же, или булка, или халас, одно и то. Халас только, понимаешь, круглый, калач. А общее название пяк, булка и халас, понимаете? Вот, вот тут вот, он что, булку не говорит, халас? Значит, булка, вот это вот, я запомнил. Исследователи записывают практически все, что говорят информанты. Анекдоты, жизненные истории, легенды, лишь бы их речь была разборчивой. Цель, мне кажется, любого лингвиста сейчас, особенно в таких республиках, как в Хакасии наша, собрать как можно больше диалектного материала. Потому что идет стремительный процесс обрусевания населения коренного. Каждый, я считаю, что должен нести свой вклад в это дело. То есть каждый из нас спасает свой язык. А поскольку язык он и диалекты включает в себя, конечно же, нужно на местах все фиксировать и записывать на диктофоны. Мы обычно приезжаем в село, либо в сельсовете, либо, если нет сельсовета, спрашиваем у местного населения, с кем можно поговорить, кто владеет хакасским языком и, соответственно, диалектом. Так было и в монастыре О. Сельсовет в соседнем селе, клуб закрыт на ремонт. Так что те, кто свободно владеет диалектом, пришлось узнавать прямо на улице. В итоге удалось побеседовать с десятком носителей языка. Комметная работа есть, там уже знаешь, что делать, как делать. А здесь просто приходишь с людьми, общаемся, и не знаешь, что они будут говорить. И что мы... Просто надо с собеседников, которого встретил, носителя, разговорить. И тогда они очень хорошо к нам относятся. И очень много рассказывают интересные случаи, интересные обычаи, про обыча хакасов, про то, что они видели. Просто то, что они услышали от своих прадедов, своих матерей, дедов, отцов. И они очень хорошо на это отвлекаются. И поэтому сказать, что трудно, ну, конечно, трудновато, конечно, в чистом бытовом плане. А так, просто интересно с людьми пообщаться, с хакасами, которые очень заинтересованы этим, чтобы язык не исчезал. Сохранение языков заинтересован Российский гуманитарный фонд. Ведь если на какой-то территории исчезает хотя бы один из существующих языков, происходит лингвистическое обеднение этого региона. Наверное, еще и поэтому проект Хакнияли победил в конкурсе из 500 заявок. Почему мы заявили данный проект? Потому что сегодня, в современном состоянии, хакасский язык сокращает функционирование, сокращается функционирование хакасского языка. Положение в диалектах еще хуже. То есть, где-то, если сагайские диалекты более-менее функционируют, взрослые, молодежные дети говорят, то в других диалектах, например, в Качинском, Северном и Козыльце, диалект, можно сказать, почти не функционирует. Основной задачей экспедиции является фиксация живой разговорной речи. Мы записываем рассказы из жизни. Это рассказы биографии информантов, это рассказы из жизни родителей, дедушек, бабушек, какие-то истории, какие-то былички, да, если есть, знают легенды, легенды записываем. История периода революции, история периода репрессий, отечественной войны, о работе, о бытии и так далее. Все интервью копируют в компьютер, затем их обработают, слова и выражения разнесут по разным лексическим группам, проанализируют. Результатом станут отчеты для РГНФ и статьи в солидные научные журналы. Но для жителей республики важен еще один результат. Все файлы поместят в аудио архив Хакнияли. Для исследователей материал бесценный, ведь по этим записям можно будет восстановить язык во всей полноте даже через полвека. Лето и осень – самая важная пора и для археологов. В Хакасии в этом сезоне работают несколько экспедиций. Первыми открыли сезон студенты ХГУ под руководством Валерия Зубкова. Они проводили раскопки полиолитического памятника Кривой Чистобай-1 в Таштыбском районе. Сейчас результаты анализируются, а рядом со скизом, практически на окраине села, работает экспедиция Хакасского национального краеведческого музея. В ее составе и научный сотрудник из Санкт-Петербургского музея Кунцкамеры. Они исследуют могильники тагарской эпохи, датируют их V-VI веками до н.э. Два кургана были повреждены несколько лет назад во время прокладки ирригационного канала. Работы были свернуты. Сейчас археологи проводят охранные раскопки. Объекты расположены совсем рядом с райцентром. Здесь находятся еще несколько курганов, относящихся к тагарской культуре. Интересно, что за 2500 лет в степи образовался слой земли всего в полметра. Его пришлось убрать, чтобы обнажилась почва, по которой ходили наши предки в V веке до н.э. Уже тогда в племенах была сложная организация. Об этом археологи судят по устройству могильника. Они должны иметь определенное положение. То есть камень идет, который на перекрытие могилы, камень идет, который на ограду, и камень, который в стелл стоят, они разные. То есть, соответственно, представить современную ситуацию, то есть тоже идет выборка этих камней, что туда, что туда. Вполне возможно, что специальные коллективы существовали, которые специализировались на простой, добивчиках, на наставке. То есть у археологов есть такое положение. Художник экспедиции Игорь Грачев отметил еще одну особенность древнего общества. Он считает, что погребальные традиции за 25 веков мало изменились, и поэтому образ мыслей наших предков и нынешних людей гораздо ближе, чем считали антропологи. Не просто засыпали человека землей умершего, то есть с ним проводили определенные обрядовые действия, помещали в могилу и сейчас в могиле создают пустое пространство, то есть не сыпя землю на покрытие. И тогда то же самое, то есть его хоронили в срубе, сруб перекрывали деревянной крышей, потом на борта ему укладывали бревна, сверху клали камень. Работы на раскопке курганов в Аскизе только начались. Самые интересные находки археологи надеялись обнаружить в глубине могильника. Но когда были сняты камни перекрытия, исследователь ждал неприятный сюрприз. Центральная могила оказалась разграбленной черными копателями. Мы думали, что могила не вскрытая, потому что перекрытие каменное было практически целое. Но, как показали дальнейшие исследования, грабители, которые потревожили данный курган, они прошли сбоку. И вот в борту могилы очень явно отбивается по горизонту как раз, это грабительский лаз, вот его профиль, его видно. И получилось таким образом, что они проникли в могилу сбоку, а перекрытие верхнее сохранилось. Полный отчет о произведенных раскопках и о том, что удалось найти в нетронутой детской могиле, археологи представят в октябре. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok